Смешной клоун с грустными глазами. Порой в них появляются даже слезы. Ганс Шнир делится воспоминаниями своей жизни в ярком театральном представлении, один на один со зрителем. Драматический театр Израиля Лапанима привез на фестиваль постановку «Глазами клоуна». Спектакль был создан на основе известного романа лауреата Нобелевской премии Генриха Биоля. Я думаю, что мой Ганс Шнир – он клоун плюс философ. То есть клоун не как профессия, не как жанр, не как грим на лице, а именно вот его сущность такая. Он клоун по сути. А вот что значит этот клоун, это надо каждый раз заново для себя определять. События, описанные в книге, это всего лишь два дня из жизни клоуна Ганса Шнира. Повествование, воспоминания детства, рассказ о семье и о счастливой жизни с возлюбленной Мари, которая покинула героя. Он давно перестал говорить с людьми о деньгах и об искусстве. Да и в целом, признается герой, понимания от них встречать не приходится. Он все чаще остается один, а монолог превращается в исповедь. В ней Ганс Шнир бросает вызов послевоенной реальности, в которой так неуютно жить. Я тоже это по-разному играю. Сегодня я играл то, что он все-таки решает, что профессия, его лицедейство берет вверх. Он ничего не поделает, что это из него прет. Он не может без этого. Самые эмоциональные реплики зритель слышит на русском. Им в совершенстве владеет и сам главный актер Ариэль Крижопольский. Странно, что вы не послали кого-нибудь погнаться за ними для того, чтобы добыть эту подпись. Родился в Киеве. У меня было почти 10 лет, когда приехал в Израиль. Русский язык сохранил, приобрел иврит. Решили играть на иврите тут. И это было очень интересно, потому что мой способ воздействия на зрительный зал был исключительно актерский, смысловой. Я не мог донести интонации, я не могли читать текст на титрах. А играть надо было на полную катушку. Мне надо было доносить смысл и эмоции только через актерскую игру. Его герой максимально откровенен. Делится он и счастьем, и нетерпимой болью. С маской на лице зрителю он оголяет душу. Ты можешь прожить с человеком много-много лет вместе, но до конца его не понять. И это трагедия жуткая в недопонимании людей. И в этом счастье невероятное, когда тебя кто-то понимает. Даже на миллиметр. Нитей с каждым воспоминанием на сцене все больше. В конце спектакля они станут сетью для самого героя. Создаются некие сети, которые завлекают нового героя. Он запутывается в этой жизни. И все перипетии его жизни, все, что с ним происходит, остается еще какая-то нить. Еще как рубцы какие-то. Он в результате в этом запутался совершенно и не знает, что делать. Все, что он хочет, он хочет любви. Постановка израильского театра стала первым моноспектаклем. На площадке фестиваля, признались гости, родилась и новая творческая идея – показать постановку еще раз в одном из российских городов. Ксения Трукова, Алексей Ныскин, телеканал Первый областной.